Ну что, братья, вас ловим ктулху и начнём. Полагаю, для вас не станет сюрпризом тот факт, что большинство игр сухопутные. Да, как-то так уж вот вышло, что очень редко в качестве окружения для игры выбирается вода, а тем более подводный мир. Навскидку могу вспомнить только частично Зов Ктулху 2006 года и первый Биошок. И действительно, мы исследуем все самые страшные уголки Земли, да и не только Земли. Все пещеры облазили, все древние храмы обнесли и в космос улетели. Там тоже во все углы ткнулись, нашли все тайные места, все спрятанные храмы и их тоже обнесли. А тем временем даже на нашей планете глубины изучены, дай бог, на полтора процента. Они дают себе множество интересных и жутких по своему виду явлений существ. Но я не канал Discovery, у меня немного другая специализация. Если вам захочется промочить ласты, я подскажу отличную игру. Сабнафтика. Детище Гринлайта. Будучи долгое время поделкой за три копейки и полуторами энтузиастами в ранней версии, кто ж знал, что из неё получится такой вот шедевр? По мнению некоторых, лучшая игра в жанре survival. Да, сабнафтика это тот самый survival, попросту говоря, выживастик или выживантус. Это когда тебя забрасывают в район Икс и делай что хочешь, стараясь не сдохнуть и идя к цели, которые тебе поставили. Сабнафтика смело следует этой традиции. Завязка следующая. Идет 20 какой-то век. Космический корабль Аврора летит по своим делам по космическим задворкам, как вдруг опля. Никогда такого не было и вот опять повторилось. Авария, сирена гудит, экипаж эвакуируется. Мы в лице непонятно кого, может учёного, может полотёра или повара, кто знает. Садимся в капсулу и стартуем. Разумеется, нас настигает взрывом, капсула повреждается, но тем не менее достаточно успешно садится на поверхность методом бабах. Очнувшись после бабаха и потушив пожар в капсуле, мы обнаруживаем, что мы не приземлились, а приводнились. Вон догорает Аврора, а вот мы в полукилометре от неё в своей капсуле, а вокруг вода. Везде одна вода, без какого-либо намёка на сушу. Первое, что приходит в голову, мы попали на водную планету, но знающие люди тут же скажут, совсем не обязательно. Если бы мы рухнули в какое-то наше море, мы бы тоже суши не увидели, не говоря об океане. Проблема в том, что мы неизвестно где на периферии цивилизации. Эта планета получила название 4546b и ещё не подверглась изучению колонизации. А самое интересное, что мы тут, судя по всему, одни. Еды в обрез, воды питьевой тоже в обрез, вокруг неизведанности и одно из самых враждебных человеку окружений, водное. Вроде нужно бы провести разведку, но как-то страшновато, придётся. Радио повреждено, системы питания тоже, нужно их как-то ремонтировать, иначе даже со спасателями не связаться. И вот, сжав страх в кулак, ты ныряешь. Я, если честно, очень боюсь глубины. Подводное царство для меня страшное, но в то же время манящее место, и сабнафтика даёт мне прекрасный шанс справиться с этими страхами и изучить так давно манящие глубины. А испугаться здесь есть чего, поверьте. Сабнафтика — это дикая атмосферная игра. Собственно, как выглядело знакомство с миром у меня? Полдня я боялся, но потом шагнул в неизвестность, точнее нырнул. Проплыл по высоте метров по мелководью, и тут стемнело. А темнит тут довольно резко. И тут какая-то непонятная рыба как заводит. Господи, вы видели, как я дал кроссу до капсулы? Я, наверное, так удобрил океан в тот момент, что та самая рыба явно оценила. Я с колотящимся сердцем залез в капсулу и сидел там до утра. Это уже потом я узнал, что та рыба, она и не рыба вовсе, а коралла спины. Он совершенно безобиден, да и плавает достаточно далеко от меня. Но это потом. А пока, снова собравшись с силами, приняв, так сказать, вызов, я вновь нырнул. Большое счастье, в капсуле выцелел 3D принтер. Это наш станок на всю игру. Не единственный, но главный. Футуристический 3D принтер, который из подручных ресурсов по чертежам способен делать различные предметы. Здесь игра не пытается давить на реалистичность, зато я так скажу. Это удобно, когда не миллион станков, как в Скайриме или ближе к жанру Дон Старф, а всего один. Тем более в капсуле развернуться-то негде. Этот самый станок, услуживо проанализировав окружающую среду, подскажет, что нужно собрать, чтобы соорудить тот или иной прибор. Первым делом ты просто плаваешь и собираешь все подряд. В основном, конечно же, рыб. Каких-то можно зажарить и сожрать, каких-то использовать как природный фильтр для очистки воды до состояния «можно пить». Но главное это, конечно же, ресурсы. В игре их немало. Основополагающим является Титан. Он обильно разбросан повсюду. Также он добывается из обломков Авроры, которые тоже разбросаны по всей карте, ибо кораблик хорошо так и разметало. Из Титана строится все, что может строиться, остальное примеси. Однако без примеси никак. Для проводки нужна медь, для продвинутых технологий нужны никель, золото, алмазы, рубины и прочее, включая кианид, который еще просто вот найти целое приключение. А найти все это сразу не получится. За ценными ресурсами придется плыть глубоко и далеко. Очень глубоко и очень далеко. А ты пока что даже не знаешь, что это за тварь вокруг тебя плавает. И вон та рыба, которая вечно ржет и похожа на зеленого ждуна, вызывает у тебя сомнения. Да и о какой глубине речи, если у тебя же ничего нет, ни ласт, ни акваланга. Задохнуться в игре и расплюнуть. Кончился кислород? Все, ты покойник. Смерть тут, кстати, выглядит следующим образом. Ты возрождаешься в ближайшем своем убежище или капсуле, и часть вещей осталась там, где ты погиб. Ну и вот, насобирав кое-как немного материала, ты возвращаешься в капсулу на попить-пожрать. И, наконец-таки, собираешь первые необходимые любому исследователю глубин инструменты. Гири, веревка, тазик с цементом. Шутка. Акваланг, ласты, ну и, конечно же, электронику. Фонарик, сканер и ремонтный инструмент. И в тебе начинает зарождаться чувство победителя, мол, как-то все легко начинается. Да еще и отремонтированное радио вещает о других капсулах, мол, выжившие есть, нам только их найти. Проблема в том, что они тоже далеко и глубоко, но зато теперь можно сканировать местность. И вот ты как дурак плаваешь и сканируешь все, что можно. Рыб, кораллы, ресурсы, себя. Все результаты заносятся в базу данных, и из этой базы ты уже начинаешь узнавать об окружающей среде. Например, что вот эта вот ржущая рыба, это безобидно травоядная, которому, однако, близко все-таки лучше не подплывать. А вот эта вот акула, она, конечно, хищная, но ей на тебя пофиг, пока ты не полезешь в ее логово. Ну а, собственно, как не лезть, если там ценные ресурсы? Страшно, куда деваться. Впрочем, чем больше ты изучаешь среду, тем меньше становится опасений. Пу, до поры. Подводный мир сабнафтики прекрасен. Он разнообразен, интересен и дико красив. Можно часами, да что там, часами, сутками просто плавать и любоваться красотами. Можно даже поставить какой-нибудь решейдер, и тогда игра станет чуть ли не фотореалистичной. Правда, они, как правило, не рассчитаны на глубину, потому что сейчас-то мы на мелководье. Глубина метров 50-100, это детские игры. Песчаные акулы, рыбы-грызун, это фигня, по сравнению с тем, что обитает на настоящей глубине. Однако, так просто туда не попасть. Темно, как у негров хижине, повсюду воют непонятные твари, и от этого воя мурашки по коже. Атмосфера ужаса так и давит. Кажется, что вот-вот жалкие крохи света фонаря покажут какого-нибудь ктулху. В таком состоянии даже какая-нибудь крохотная рыба, ударившаяся о стекло, может вызвать прыжок на стуле. Самое забавное, что ктулху не ктулху, но гигантские страшные твари тут в наличии. Игра работает по принципу «всегда найдется рыба крупнее». Только ты думаешь, что тебя уже ничем не удивить, как сабнафтика подсовывает тебе очередного морского змея длиной в 2,5 подлодки. Исследовать этот мир дико интересно и очень, очень страшно. К слову о подлодках. Я забыл сказать, что при начале игры она генерирует ландшафт заново, но вот карта не меняется. То бишь, реиграбельность есть, но не такая, как хотелось бы. Однако это небольшой недостаток. Первые же попытки найти выживших оборачиваются провалом. Все найденные капсулы уничтожены, выживших нет. Есть лишь записи в КПК, по которым мы можем узнавать детали сюжета. Более того, очень скоро наш искусственный интеллект, который повещает нас о недостаче кислороду или новом биоме, проинформирует нас, что Аврора почти догорела до нужного состояния, и через 24 часа ядреный реактор таки долбанет и накроет все радиацией. Не-не, беспокоиться не стоит, но, знаете, противорадиационный костюм все-таки скрафтить нужно, так что вперед. Кстати, этот искусственный интеллект немногословен, но на манер голодос циничен. Видите ли, Аврора — корабль корпорации Альтерра в мире, где правят те самые корпорации. И смотрят на людей и их отношения, а не соответствующие, как на инструменты и пережитки прошлого. Например, искусственный интеллект тебе сообщит, что все найденные того ресурсы принадлежат корпорации Альтерра, поэтому после спасения уплатите, знаете ли, штраф в дохрена миллионов денег. С такими вот приколами скрывается суровая правда этого мира, о котором мы будем узнавать из обрывков сообщений некогда живых людей. Но это потом. Пока же нас ставят перед фактом, что сейчас к опасности океана добавится еще и опасность радиации. И действительно, не проходит и суток, как реактор взрывается и теперь в некоторые места без рад защиты просто не заплыть. Придется заморочиться. И как будто этого мало, самосканирование приводит к неутешительным результатам. Мы заражены. Нет, не радиацией, а неизвестной инопланетной бактерией. Маленький спойлер. На планете карантин. Да. И даже если у вас будет возможность, ну, чисто теоретически, да, никто вас с нее не выпустит. Да и не доживете вы, чего уж там. Зараза очень смертоносная. Так что выбраться с планеты это лишь одна из задач. Чтобы исцелиться, придется хорошенько, знаете так, пошарить по глубинам. По очень серьезным и глубоким глубинам. Простите за татологию. Проблема в том, что своим ходом ты ничего исследовать не можешь. Ты банально задохнешься. А на глубине свыше 100 метров без ребризера кислород улетает просто литрами. На постройку и исследование нужно много места и склад тоже нужен. Выводы один придется строить базу и аппараты для исследований. И вот, найдя место, ты начинаешь возведение построек. Репертуар зависит исключительно от того, что ты нашел и просканировал. База данных с чертежами была любезно повреждена при падении, но плавая ты можешь находить обломки аппаратуры и сканировать их. Например, просканировав 2-3 обломка маяка, ты сам сможешь их собирать. С постройками та же история. Также приходится учитывать давление. Чем глубже оно, тем сильнее. И тем более прочная конструкция нужна. А значит, красивых стекол поменьше, укрепленного титана побольше. Вот наша первая комната для жилья. Однако, чтобы она вырабатывала кислород, нужно электричество. На небольшой глубине достаточно солнечных батарей. Но ночью они бездействуют, а глубже 100 метров они уже неэффективны. И приходится строить биореакторы, тепловые реакторы, ну и, конечно же, ядерные реакторы. Жить захочешь, еще не то построишь. Только тогда на базе можно будет жить и исследовать. Геймплей на строительство сделано очень удобно. Самое удобное здесь то, что в любой момент можно разобрать любую конструкцию и получить назад все ресурсы без каких-либо потерь. Ну и, конечно же, нам понадобится водный транспорт. Сначала мы можем собрать только глайдер. Это хрень, которая крутит крутилку, немного ускоряя нас. Это лишь вспомогательное средство при пешкодралове в водном пространстве. Зато сколько гордости у вас будет при постройке первого настоящего транспорта. Мотылёк. Это маленькая юркая машинка. Плывет довольно резво, вырабатывает кислород и светит фарами. Что еще для счастья надо. Как быстро выяснится, много чего. Батарея может внезапно сесть в какой-нибудь подводной пещере на глубине 150 метров, и ты просто не успеешь всплыть. Разве что кверху пузом. Потом. Нужно носить запаску. Пагажник сильно ограничен. Много ресурсов не увезешь. Потому что понадобится их именно что много. Очень много. Вообще место в инвентаре это большая проблема игры. Понятное дело нырять на глубину с мешком за плечами набитым титаном это глупость. Поэтому в карманцы распихать мы многое не сможем. Давление оно все еще имеет серьезное значение. По какой-то причине, ну понятное дело по какой, по причине игровой условности, оно не действует на самого игрока. Зато оно прекрасно действует на конструкции и машины. Заплывешь за буйки и все, пиндык. Клуб уже 200 метров, мотылек уже трещит по швам. Можно его модифицировать для более глубокого погружения в неведомые дыры планеты. Но это не так-то просто. Ну и самое главное, акулы-мелководья, которых ты так раньше боялся, очень скоро покажутся милыми созданиями. По сравнению с уродами, притающимися на глубине. Огромные левиафаны, электрические угри, клыкастые гигантские змеи, неведомые клопы и прочие мрази, которых он эти свет не видывал. И которые, кстати, его, наверное, тоже не видели ни разу. И, внимание, с ними невозможно бороться. Видите ли, корпорация Альтера по этому поводу имеет свое мнение. У них там, знаете ли, произошел какой-то инцидент. Наверное, трое русских подрались, не иначе. Короче, с тех пор летальное оружие на кораблях запрещено. Из чертежей исключено. Поэтому вот тебе нож, и вон плавает левиафан. Вперед. Ну, понятное дело, что много им не навоюешь. Маленькую пиранью можно зарезать. Можно, если постараться, зарезать даже песчаную акулу. Но на большее не рассчитывайте. Зато есть помогательное, нелетальное оружие. Если постараться, научные заскания подарят нам пропульсионную пушку, полный налоггравий пушки, репульсионную пушку. Модификация предыдущей не может захватывать, но очень мощно отталкивает. Это, наверное, единственное орудие, которым можно успешно обороняться в рукопашку. Есть стазис винтовка, на время замораживающая недругов, и ряд других приспособлений. Все они схожи в одном. Газовые торпеды, винтовки. Они все нелетальны. Ты абсолютно беспомощен здесь, на глубине. И тебе придется с этим смириться. Однако, спустя продолжительное время выживания, ты все же сможешь собрать специальный костюм Краб. И даже искусственный интеллект шутит, что в этом костюме ты можешь ощутить прилив могущества. Да, он тоже не приспособлен для боя, он просто ходит по дну и собирает ресурсы. Но если нацелить манипулятор на акулы, приказать забить сваю, то акулы отлично получат побалде титановой клешней. О да! Теперь ты настоящий хозяин морей. Акулы больше не страшны, как и многие другие твари, которых ты ранее боялся. Плюс ко всему, ты построишь раньше или позже настоящую мини-подлодку, которую тоже можно оборудовать под базу. Фактически это будет автономное исследовательское судно. И вот хозяин морей смелеет и погружается уже на 500 метров вглубь. И быстро понимает, что он никакой не хозяин морей, и вон тот гигантский змей тебе это сейчас доходчиво объяснит, мяв твою подлодку в бараний рог. Если ты после такого носишься с огнетушителем и стараешься не задохнуться, тебе еще очень сильно повезло. Короче, опасность тут на каждом шагу, как не вооружайся. Однако это не повод отступать. Глубина в километр, в полтора километра, почти в два километра. Декорации меняются, света уже нет как класса. Обитатели все страшнее и страшнее. О да, тут есть чем себя занять. Да и потом Аврора догорает, и ее тоже можно и нужно исследовать. Кроме того, тут есть два острова, как это ни странно. Их не просто сперва найти, но вполне реально впоследствии. Соскучились по суше? А она по вам нет. Ну так и быть, можете пособирать тут семена картошки, например, чтоб потом засеять их на своей уютной базе посреди морских уродов, снящихся мне теперь по ночам. Да, на фоне таких страстей, глюк с проникновением рыбок сквозь базу или зависающими в воздухе птицами, можно вполне резонно принимать за глюк уже самого персонажа, очокнувшегося от давления и страха на этой богом забытой планете. К сожалению, помимо смирения перед Флорой, придется смириться также и с багами. Тут должен признать, хоть игра и вышла из гринлайта, некоторые баги у нее прям-таки гринлайтовские, самые настоящие. Вот, например, если выйти из краба не в воде, то вы до перезагрузки сохранения будете передвигаться, даже не знаю как сказать, только гуськом. Ну, короче, как карлик. Проходящие сквозь металл косяки рыб это пустяки, правда. Однажды, когда краб завис на суши, ну, не предназначена местная оптимизация для суши, видимо. Так вот, когда краб завис на суши, я решил сохраниться и перезагрузиться. Ай, я дико рад, что не запорол сохранение, думал, что уже все. При загрузке мой краб улетел за пределы карты сквозь текстуры и продолжил падать в бесконечность. В итоге читами мне удалось вылезти и попасть в капсулу, потеряв краба. Честно, было очень неприятно, хотя и не смертельно, как оказалось. К счастью, подобные баги поймать это еще постараться надо. Мой совет. Делайте БКП сохранений. На всякий случай. Вот так и будут проходить ваши дни в этой игре. Именно дни. Она неторопливая, интригующая, затягивающая. Она потрясает своей красотой и атмосферой. Безопасные, покрытые зеленью мелководья. Сто метров зарослей зеленых водорослей, светящихся ночью красивым теплым светом. Слышен гул коралловых труб. Сто пятьдесят метров поля красной травы и песчаной акулы. Повсюду разбросаны обломки авроры. Свет уже хуже проникает сюда. Триста метров. Подводные пещеры со светящимися в неоновом светом медузными зарослями. Ночи или день на поверхности уже не имеет значения. Здесь без искусственного освещения делать нечего. Грибные леса, песчаные поля и более страшные хищники. Шестьсот метров. Без особого снаряжения сюда уже не попасть. Костюм краб не защитит от того, что здесь обитает. Гул коралловых труб давно сменился жутким воем этих созданий. Повсюду заросли кровавых водорослей и непонятных кораллов. Километр, потухший вулкан и еще более глубокие подводные пещеры. Руины цивилизаций, что жили тут когда-то. Чем дольше, точнее тем глубже ты заплываешь, тем более интересный, красивый и жуткий мир тебе открывается. И он затягивает. Неимоверно затягивает. И не важно, чем ты занимаешься. Постройкой базы или исследованием. В Сабнафтике интересно делать все. Очень жаль, что тут нет кооператива. Впрочем, бытует мнение, что в данном случае он бы попросту испортил атмосферу одиночества и жути. Возможно, это так и есть. Даже примитивный на поверку сюжет тут удивляет своей глубиной. Он не какой-то невообразимый, но довольно интересный и занимательный, что самое главное. И, конечно же, радует его подача. Как и в Dark Souls, в Сабнафтике мы узнаем детали о мире из найденных обрывков данных. Это не обязательно, но очень желательно для полного метафорического погружения в Сабнафтику. Также этому погружению способствует очень качественный и атмосферный саундтрек, многократно усиливающий впечатления от пребывания во тьме глубин. Этот жанр, безусловно, не для всех. Кого-то, возможно, отпугнет отсутствие кооператива. Однако атмосфера исследования подводного мира, непередаваемое ощущение от его созерцания, много искупает. У меня нет такого богатого опыта в этом жанре, чтобы сказать, лучше эта игра среди аналогов или нет. Но я могу с уверенностью заявить, что сама по себе игра шикарна. А по своей атмосфере и по своему разнообразию, она превосходит многие другие проекты. Субтитры создавал DimaTorzok